Сретенский судостроительный завод получил новый крупный заказ. Долгое время их не поступало. Выживать приходилось, выпуская драги для золотодобытчиков, вагончики для геологов и горняков. Поможет ли новый заказ предприятию держаться на плаву, выясняли наши корреспонденты. В Эллинге именно так называют цех, где строят корабли, грузопассажирское судно, водоизмещением в 760 тонн для Петропавловска-Камчатского. Срок сдачи 2012 год. На берегу уже ремонтируют спусковое устройство для того, чтобы пустить в шилку судно длиной в 46 метров, потребуется сразу 7 таких деревянных дорожек. Заказов, говорят, на заводе могло бы быть больше, ведь интерес к судостроению в России постепенно возрождается. Но потенциальных инвесторов, как правило, отпугивают арестованные, считая накопившиеся долги предприятия. На сегодняшний день они составляют 83 миллиона рублей, причем 66 из них федеральные налоги. О том, как исправить ситуацию, говорили на совещании, которое прошло на заводе с участием губернатора. Основное предположение, прозвучавшее из уст исполняющего обязанности директора предприятия Константина Простокишина, начать процедуру банкротства. Судостроители уже проходили ее в 2002 году, и только за счет этого, по мнению руководства, завод до сих пор жив. На сегодняшний день предприятие не видит другого варианта, как выйти из этого положения, как оздоровить предприятие, как его сохранить для будущих поколений, как дать возможность людям продолжать на этом предприятии работать. Уже в 2012 году, считает губернатор края Равиль Генятуллин, судостроительная отрасль в стране начнет оживать. Президентом России Дмитрием Медведевым буквально в начале ноября подписан закон, позволяющий применять на российских верфях режим особых экономических зон. Судостроительные предприятия таким образом не будут платить земельный налог на имущество организации в течение 10 лет, а судовладельцы освободятся от налога на прибыль, полученную от эксплуатации или продажи судов, построенных в России. Светлана Верхотурова, Анжелика Понебрашина, Вести, Чита.